Здравствуйте, дорогие друзья! И с вами я, Ирина Василакин, арт-терапевт, киштальт-терапевт, художница. Благодаря тому, что я стала заниматься арт-терапией, открыла для себя очень много возможностей, реализовала их и продолжаю движение к успеху здесь и сейчас. И сегодня очередная практика, практика, которая позволит вам стать счастливыми, потому что здоровый человек обязательно будет счастливым. Как же получается, что мы испытываем боль или вдруг обнаруживаем у себя какое-то заболевание. И это нас очень и очень тревожит. Попробуйте сейчас на листочке обозначить то, что вас тревожит больше всего. Ту болезнь или ту боль, или то недомогание, которым сегодня вы будете работать. Однажды, когда ты еще был несмышленым и глотал все подряд без разбора, ты засорил в свое тело, в свой организм вредными эмоциями и чувствами. Дело в том, что прежде всего любую информацию познает у нас сердце, руки, желудок, кожа, печень и только потом мозг или наш разум. Как же так происходит? Неожиданно впечатлились, услышали какую-то неприятную историю, почувствовали вину, проглотили неосознанно фразу, установку, направленную на вас агрессию. И вот все это, погрузившись в ваше тело, без вашего на то ведома и разрешения, отбирает энергию, блокирует поступление энергии к органам, к тем, которые наиболее сильно подвержены влиянию, заболеванию, являются самыми разумными, и они взяли на себя функцию защиты вас. Или же самые чувствительные у вас. И вот тогда 10-15 лет нужно для того, чтобы то, что вы погрузили в свое тело, в тот или иной орган, чтобы там развилась боль, развилось заболевание. И поэтому первое упражнение сейчас, которое вы можете воспользоваться, это поплевать. Что я хочу? Я хочу освободиться. Что я хочу? Я хочу забыть то, что мне говорили, навязали, любые установки, любые негативные суждения обо мне. Поплюйте. И делайте это всякий раз, когда вы сейчас вдруг совершенно без своего желания услышали, увидели, впечатлились. Просто поплюйте. Как только у вас возникла какая-то эмоция неприятная, негативная, и когда у вас возникло напряжение в вашем теле. Поплюйте. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Не стоит все глотать без разбора. Когда мы были маленькими и сосали грудь мамой, то мы всасывали неосознанно, потому что по-другому ребенок дыжить не смог бы. А сейчас мы же можем уже жевать, мы можем кусать. Где у нас зубы? Ну-ка пощелкайте ими. Не надо все глотать. Прожевывайте, сортируйте то, что вам сейчас нужно, и то, что вам не принадлежит, вам не нужно. Только нужное вы глотаете. Только полезный опыт, а не вредный. Только те эмоции, которые будут оздоравливать вас, а не наоборот вызывать напряжение и заболевание. Итак, неосознанно проглотил, выплюнул. Это первое упражнение, как скорая помощь. Вот здесь и сейчас, с этого мгновения. Ну, а мы с вами продолжаем двигать свое движение дальше. Итак, арт-терапия на каждый день. И сейчас вам понадобятся листы бумаги или холсты, или кисти. Может быть, это будут ватные палочки или тампончики. Кто чем привык работать? Но если вы первый раз встречаетесь с рисованием, с выражением своих эмоций с помощью красок, цвета, формы, то приготовьте себе листы белой бумаги или цветной бумаги, гуашь или акрил. Можно взять акварель, она не такая яркая. Поставьте на паузу и приготовьте. Если вы уже приготовили, то давайте с вами поговорим о следующем. Итак, когда-то давным-давно, а может быть недавно, вы приняли в свое тело негативные эмоции. Эмоции не бывают вредными и полезными. Они нам для чего-то нужны. И ту боль, которую вы используете, она вам для чего-то нужна, эта боль. Она вам нужна для того, чтобы осмыслить сегодняшнее время. Для того, чтобы сделать нужные выводы. И поэтому к любой боли, к любому заболеванию, первое, что мы делаем, мы относимся с уважением. с благодарностью, с осознанием того, а для чего мне это дано, о чем эта болезнь мне хочет сказать. Ну, приведу несколько примеров. Например, онкология. О чем нам говорит онкология? Это обращение тела к самому человеку. Либо ты меняешься, меняешь свои мысли, свое отношение к кому-то из-за близких, отношение к этому миру. И тогда выздоравливаешь. Или ты умираешь. Очень часто мы не принимаем себя, не принимаем части своего тела, направляем агрессию на себя. То есть я не удовлетворен собой. И если я с собой не удовлетворен, то я не удовлетворен своими клеточками. И значит, те клетки, из которых состоит мое тело, они для меня стали плохими. А с плохими тогда образуются новые. То есть что такое опухоль? Это новое образование. Бывает так, что человек, пораженный раком, всегда совсем согласен в социальном плане. Не протестует, не возмущается. Он просто совсем соглашается, вопреки своему пониманию, своему желанию. И за это он мстит самому себе. То есть направляет агрессию на самого себя. Вместо того, чтобы направить ее в огне. Он направляет ее на себя на психическом уровне. Эпилепсия – это импульс агрессии, который разрядился не в руке, ноге, теле, а в мозге. То есть происходит короткое замыкание. Я сейчас говорю о том, что есть эмоции. Они не бывают плохими или хорошими. Они нам нужны. И чувство вины, и страха, и обиды, и разочарования, и любви, и страсти. Все эмоции нам нужны. Но нужно правильно ими пользоваться, и делать соответствующие выводы, и не сохранять в теле те эмоции, которые разрушают нас. Их нужно выпускать наружу. И вот сегодня безболезненно вы сделаете это с помощью цвета, красок. И возможно это делать каждый день. Проснулись утром, взяли листок, и на этом листке выразили те эмоции, которые давным-давно вы храните, и которые вам сигналят болью. А вечером перед сном можно на листочке выразить с помощью цвета, форм. Вот так, как вы сейчас видите на этом слайде. Выразить все то, что было за этот день. Освободиться от негативных влияний. Потому что в любом случае мы находимся в социуме, и мы слышим, и видим, и что-то неосознанно захватываем. Что такое ожирение? Ожирение – лишний вес. Этот человек подкармливает с собой какой-либо аффект. Если похудеет, то будет испытывать недовольство. Встретится с причиной разочарования. Чтобы не встречаться с этим разочарованием, и он подкармливает его. То есть, чтобы задобрить хищное животное, собаку, мы ее будем подкармливать, чтобы она нас не покусала. Точно по такой же схеме работает и лишний вес, и ожирение. Когда у нас болит голова, значит, у нас есть какое-то внутреннее сопротивление. Когда камни образования, то это нежелание управлять своей жизнью, стать самостоятельным, зрелым. Энергия, которая позитивная, она тормозится, потому что я не хочу управлять, я боюсь управлять своей судьбой сам, этой жизнью. Эта позитивная энергия тормозится и аккумулируется в органе. Это может быть из-за спешки, необоснованного желания починить себе весь мир и властвовать над ним, перестроить его под себя. Сахарный диабет очень часто называют болезнью памятников, когда человек привлекает к себе внимание своих близких за счет этого заболевания. Он не видит другого пути взаимоотношений добрых, хороших со своими близкими. Он считает себя обделенным. Я памятник, придите ко мне и поклонитесь. Ну что ж, вы написали, с какой болезнью, с каким заболеванием или с какой болью вы хотите сегодня поработать. А теперь вы представьте себе, что по какой-то причине это произошло. Это ваше заболевание, это боль, которая внутри вас удерживаете. Это блок, который не дает энергии нужному вам органу. Или вы удерживаете в теле то образование, тратите энергию на удержание в теле страдания, чувства вины, горя, беды, страха. И опять же, вам не хватает энергии для жизни. Что в вашей жизни будет лучше? Как ваша жизнь изменится, когда вы расстанетесь с этой болью или с этим заболеванием? Я привела сейчас несколько примеров, в которых говорится о том, что мы неосознанно удерживаем у себя болезнь, мы неосознанно болеем, потому что не хотим что-то узнать про себя и как-то изменить свою жизнь, иначе отнестись к этому миру. И если вы к этому еще не готовы, то заболевание будет с вами. Если уже готовы, если действительно достаточно выносить эту боль, тогда закройте глаза и там, где у вас болит, там, где вы чувствуете боль, там, где тело в напряжении, отзовите энергию, совершенно спокойно, свободно, мысленно сказав себе, что я достаточно поносил эту боль, сейчас забираю эту энергию, просто мысленно скажите. И направьте эту энергию туда, в теле, может быть, распределите по всему телу, а может быть, вы конкретно в какую-то область своего тела направите. Перераспределите энергию, попросите свое мудрое тело, оно знает, как это сделать, не ум, а именно мудрое тело, отозвать энергию из той эмоции, обиды, которая у вас сигналит вам и распределить на благо, на здоровье вашего тела. Ну, а теперь возвращайтесь ко мне. И на том же листочке, на котором вы сейчас написали о своем заболевании, вы напишите, а что изменится в вашей жизни, от чего вы откажетесь, когда станете лучше себя чувствовать, когда избавитесь от этой болезни. Что изменится? Как вы будете себя чувствовать? Пока вы пишете, здесь действительно придется написать о том, от чего я откажусь, когда стану здоровым, счастливым, крепким. Это очень важный момент. От чего я могу отказаться? От каких-то вредных привычек или от претензий. Скорее всего, от претензий к кому? К своим близким или к этому миру. Может быть, из жалости к себе. Так я получаю любовь от ближних, так я думаю, хотя любви всегда хватит у каждого, и она есть. С этим надо индивидуально разбираться. У меня есть такой курс, курс «Движение к успеху. Десять и сейчас», который из десяти встреч, где мы с помощью цвета, красок разбираемся. И курс, который позволяет расстаться с одиночеством, потому что больше общения и больше возможностей. Нормализовать вес, здоровая и красивая жизнь. Пригласить энергию процветания, изобилия, жизнь с прибылью, а не с достатком. Потому что только прибыль – это движение к большему. Достаток есть у всех. Восстановить поток любви – это та жалость к себе. Поток любви от своего рода, который мы передаем дальше своим детям и внукам. Восстановить этот поток любви, пригласить в свою жизнь детей, если их еще нет. И безопасно мягко расстаться с болезненными эмоциями с помощью разных ассерпетических техник. Ну а сейчас мы приближаемся к самому основному. К тому, чтобы нарисовать свою болезнь и расстаться с ней. Возьмите листочек. Он может быть цветной, белый. Так, как я сейчас показываю вам на слайде. Это может быть холст, может быть просто лист. Гуашь, акрилы, кисти. И вы на этом листе сейчас будете проявлять свое здоровье, создавать его, разговаривать с своей болезнью, с установкой, расстаться с болезнью и стать здоровыми. Для этого вам нужны будут разрешающие фразы, которые можно написать на обратной стороне своего листа. Во время работы вы можете в любой момент ставить на паузу и продолжать свое творчество, продолжать общаться со своим недугом, болезнью. Возможно, у вас будут слезы или какие-то воспоминания. Благодарите себя за это и продолжайте касаться красками, кистями или ватными палочками или какими-то другими художественными средствами листа. Посмотрите, пожалуйста, еще раз, вот какие есть разные техники. Это и точечная техника может быть. Далее у вас создадутся картины. Итак, белый лист бумаги или цветной, холст, кисти, краски. Вы настроились на свою болезнь, на то, что вы хотите, как вы будете жить в дальнейшем, когда избавитесь от этого заболевания. И можете написать на обратной стороне вашего листа следующие фразы. Я хозяин в своем теле. Я глубоко и полностью доверяю своему телу. А теперь... Так как хочет ваша рука, потому что рисует ваша душа. Вы дотрагиваетесь до листа. В полнейшей тишине только вы, лист и те ощущения, которые есть в вашем теле. Вы берете краску и как хотите. Вы дотрагиваетесь до листа, оставляя на нем кляксы или точки. Или это будут штрихи. Это не важно. С каждым касанием мы с вами говорим следующее. Я смотрю с любовью на свою болезнь. Я смотрю с любовью на свою болезнь. Я причина этой болезни. Я признаю. Я причина этой болезни. Я признаю это с благодарностью. Я благодарю за урок, который ты мне дала. Я благодарю за урок, который ты мне дала. Я готова выздороветь. Я готов быть здоровым. Я хозяин в своем теле. Я хозяин в своем теле. Я благодарю. Я беру ответственность за свое здоровье. Я беру ответственность за свое здоровье. Я принимаю решение быть здоровым. Я освобождаюсь от установок, страха и вины, которые неосознанно питала своей энергией. Я направляю свой взор, внимание, свою энергию, своему телу туда, где она нужна. К тому органу, который разговаривает со мной болью. Я понимаю тебя. Я понимаю тебя. Я вижу тебя. Я благодарю тебя. Я принимаю решение расстаться со всеми болезненными эмоциями. страхом, 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 установками, которые разговаривают со мной болью. Я принимаю решение расстаться со всеми болезненными эмоциями, страхом, страхом, установками, которые разговаривают со мной болью. Настолько, насколько сейчас готово, безопасно для меня и моего тела. Я глубоко и полностью доверяю себе. Я распределяю энергию в своем теле наилучшим образом, во благо. Вселенная, покажи мне пути и способы оздоровления, которыми я смогу решать более серьезные проблемы для других людей. Яркий цвет красок наполняет энергией мое тело, органы, сердце, руки, желудок, кожу, печень. Я направляю яркий цвет красок туда, где сейчас наиболее важна эта энергия для моего здоровья. Я хозяин в своем теле. Я хозяин в своем теле. Я хозяин в своем теле. Я глубоко и полностью доверяю своему телу. Благодарю. Вселенная, покажи мне пути и способы оздоровления, которыми я смогу решать более серьезные проблемы для других людей. Я хозяин в своем теле. Я глубоко и полностью доверяю своему телу. Я расстаюсь с болью, болезнью, невзгодами. Настолько, насколько могу себе сейчас позволить. Я приглашаю в свою жизнь здоровье, радость, счастье, любовь. Я наполняюсь энергией цвета для здоровья, счастья, любви, радости и созидания. Во благо себе, своим близким и Вселенной. Вы можете продолжать рисовать, поставив на паузу. Не важно, что получилось на вашем рисунке. Это может быть вот такая точечная мозаика, как вы сейчас видите на этом слайде. А в дальнейшем это будут картины. Возможно, вот такие штрихи и такое рисование по мокрому. И такие кляксы, которые превращаются в снегирей. Это разные арт-терапевтические техники, о которых я рассказываю на специальном курсе «Движение к успеху». Курс, который позволяет наполниться энергией, стать здоровым, нормализовать вес, расстаться с одиночеством, открыть творчество и быть в этой жизни успешным. Так мы рисуем на своих выездных мероприятиях, арт-экспедициях. К озеру Светлояр, город Китиш, предгорье Теньшани на гору Казгорд, на Кипр, где ласковое солнце, море, где очень много творчества входит в твою жизнь. Я приглашаю тебя на личную терапию, на мастер-классы онлайн и офлайн, на курс «Движение к успеху» здесь и сейчас. Познакомьтесь с медитативной техникой рисунка, где происходит глубокая трансформация родовых сценариев. Подробную информацию можно получить, написав мне на почту или постучавшись в скайп. Всего доброго! Будьте счастливы и здоровы! С вами была я, Ирина Василаки. Субтитры создавал DimaTorzok